мы или нет нахер пошел так скажи мне там все ли нормально все либо рамочки в те же вакууме конечно нет сейчас дай мне это все потому что я а знаешь что ты сделал не так ладно 1280 на 720 применить хорошо было бы неплохо да было бы конечно замечательно поменялось вася тихо я тихий что ты сделал келебрыч да ты всегда тихий ну то есть ты как-то всегда тихо разговариваешь тебя никто не слышит так должно быть получше попробуй нормально отношение к игре громче меня короче делай я сделал тебя в потолок потолок хорошо нет митр мой не виноват я могу себя потише немножко сделать сделать сделай себя потише сейчас даже себя послушаю угу давай займись этим так примените все назад короче солод если ты нас слышишь напиши нам что ли там нормально да обратите внимание что вот телочка которая разговаривает она разговаривает не открывая рта ты всякие игру сделай потише саму причем в меню игры да я себя потише как-то настроил все не знаю я ничего не настраивал я вот вот я вот так могу сделать тут короче громкость игры на минимум фактически выведена отлично прям ну то есть я делаю сделай себя потише потому что меня просят погромче а я в потолок так что сделай себя потише и мы начнем уже уже все я надеюсь хоть так будет более менее нормально я тоже надеюсь да зато у нас есть толстый смешной чувак вообще это какая то знаешь рисовка я не знаю вот я как будто в игру нинтендо играю и это в принципе даже неплохо само по себе если бы они еще губами шевелили то а я вот в этом вижу знаешь какие то вот ну вот то что мы вчера с леней покупали я думаю там в принципе то же самое вот так что чатик говорит нормально нормализовалась ну кто то пишет еще чуть тише кто пишет что видно новичок и ну да келебра не может в стримы келебра второй раз в стримы и не может я делаю все что могу дайте поучить короче на самом деле самое важное сейчас это не то что у нас mighty number 9 не то что вы смотрите stopgame.ru не то что с вами Василий Гальперов и Дмитрий Кунгуров а то что мне в ведьмаке осталось две ачивки до платины я думал ты скажешь то что ГМО запретили я уж иди нахер я сказал не поднимай эту сраную тему серьезно все ладно ладно манкин контактовый эксперт ой да это все пошли дальше все проходит mighty number 9 дорогие друзья у меня к вам сегодня будет очень много вопросов как человек который ни хрена не понимает в мегамэнах как вы могли видеть в единственном выпуске марафона с остальными просто не срослось я ни хрена не понимаю в мегамэнах но при этом я взялся за обзор и мне нужно понять почему все так ругают эту игру особенно уже в комментариях были люди когда мы запостили что у нас сегодня эфир были люди которые говорили отвратительно плохо кошмарно я не вижу что все настолько плохо с игрой она действительно говорят тебе тише надо ты я не знаю ты очень громкий народ пишет господи у димы микрофон пердит келебра тише келебра слишком громкий сделай себе ты на сколько сейчас себя поставил я на две палочки хорошо я уже все я уже его отодвинул от арта уже все что можно сделал я его поставил ближе чтобы эхо не было давай повтори с самого начала с самого начала у меня к вам будет огромная куча вопросов главным образом я хочу чтобы вы длинными развернутыми сообщениями которые вася будет мне старательно засчитывать в ходе эфира объяснили что в этой игре не так и почему это такой не мегамэновый мегамэн теперь громче ааааа тааак хорошо Вот давай ещё раз попробуем Да, серединку вот между тем, как было ой как громко И между тем, что было сейчас Отстой, просто Как ты это делаешь каждый раз? Или ты просто поставил и не трогаешь? А ты думаешь, это так просто? Да? Вот ты такой сидел постоянно, надо мной прикалывался Как я о куму прохожу, что я там лошусь А оказывается, это не так и просто Играть, говорить, настроить Да нет, я тебе сейчас покажу мастер-класс на самом деле В этой игре, в которой ты умереть даже, блин, очень Сложно, ну окей Ну я не сказал, что очень сложно умереть Я там про другое говорил немножко Там умереть как раз достаточно Достаточно А ещё я, короче, не закрыл контач Вот чего Сейчас сообщения полетят Уже полетели Сейчас скайп из пикалки начнутся Всё, давайте, скажите уже, что мы можем начинать И мы можем начинать Я тем временем пока переберусь в самое начало В самую завязочку Давай, переберись, наконец Посмотрим катсцены, посмотрим невероятную графику Короче, вот смотрите Вот наши главные персонажи Они просто подходят друг к другу Поворачиваются и Изображают жесты Говорить о том, что здесь Сложный сюжет Я не буду То есть Есть какая-то даже интрига Но непонятно, нахрена она вообще нужна Суть игры заключается в том, что вот Дядечка Профессор Создатель Роботов Майти Роботов серии Майти Их всего 9 штук Мы играем за 9-го И нам нужно убить остальных 8 Потому что они ни с того ни с сего взбесились Во-первых, на профессора он не похож, конечно Абсолютно Он похож на какого-то Я даже не знаю Максимум Ученика в ВУЗе Вот Вот он, гениальный профессор Да И плюс его волосы мне уже не нравятся Вот Но ты же не гениальный профессор Что тебе Что ты можешь знать о гениальных профессорах? Я как бы видел как минимум гениальных профессоров И через 3 дня, блин, я поеду На сходку гениальных профессоров Ладно, хорошо Зацените вот сейчас какое охрененное телевидение Просто вот статичная картинка И звук на этом Ну я не знаю Ну нафиг так жить вообще, ребята Ты можешь сделать игру потише в микшере? Да, сейчас Сделай потише На серединочку лучше Потому что Да, ну то есть, знаешь Вот сегодня Ну в смысле завтра Выходит Zero Time Dilemma Визуальная новелла Так вот, даже там, по-моему, рот шевелился В смысле в Zero Escape Может быть, действительно Может быть, такое Слушай, а вот скажи там Вот поскольку тут, знаешь, вот Ну, роботов, да, создают Ты девятый, как бы, номер Ну, то есть, подразумевается Что было восемь каких-то неудачных Там до тебя Скажи, как вот в этой игре Раскрыто Расписано Вот Познание роботом себя Вот Трансгуманизм Все вот эти вот дела Ты знаешь, на самом деле На самом деле Здесь каждый робот Уникален Они не провальные Они все просто узкоспециализированные А вот сейчас, кстати Сейчас происходит Боевая система А ну-ка, проверим, что Килиброс донатами равно О, привет Я что-то услышал Значит, все должно было Я первый раз в жизни услышал донат Нифига себе Класс, класс Ю-ху Я, погоди, ты его слышал, по идее А ну-ка, проверим, что Килиброси с донатами Донат, конечно, огромный Он это не настроил Но нормально Пускай будет так Пускай будет в любом случае Зато видно, что ты много задонатил Где-то приблизительно На одну пятую экрана Уменьшить? Или уж забить? Да забей, не надо Ладно, забью Значит, смотрите Интересность в чем? Здесь достаточно такая Специфическая боевая система У игры Которая, ну, мне кажется, забавна Нам нужно, чтобы убить Ублюдка Его можно просто расстрелять Как я это сделал сейчас Но это, по идее, неправильный путь Вам нужно попасть по ним Чтобы они засветились И поглотить Тогда у вас появляются Какие-то обилочки От синих поглощений Еще не появляются Но от других разноцветных Есть Зачем эта система С дашем во врагов? Скажи, Келеб Вот, как раз По идее Это система Которая должна Ну, просто увеличить ритм Игры Как вы видите Он бегает достаточно медленно И это странно Но если вы дэшите Ну, спамите дэшами Прямо постоянно Тогда Игра становится действительно динамичной И как раз Пока я не освоил эту систему Мне казалось, что игра полная Когда я с ней более-менее разобрался Хоть в какой-то форме Ну, стало достаточно резво И нормально Вот сейчас вы видите Что я поглотил Пару чуваков С другими аурами И у меня появились Две спецспособности Которые идут Ограниченное время Собственно Вот это Кор-геймплей игры И насколько я играл В Мегамены на стриме Не шибко он Чем-то так Вот уж прям Отличается Концептуально Так что Это самое Вот как тебе, Василий? Вот смотрится это Как нормальный платформер? Ну, как платформер Конечно Смотрится Но графон Это да Может уже Скорее не только графон Скорее дизайн Знаешь, когда стоишь У тебя поза дебила Какого-то Сейчас, подожди Я стану Попозирую дебила Вот реально Как будто Знаешь Оно очень близко Если смотреть Какие-нибудь Дневники разработчиков Uncharted Когда они заканчиваются Они стоят Вот так вот Ровно И руки в стороны Главный герой Он близок К вот этой позе Очень сильно Когда он стоит Он очень неестественно Руки как-то держит Далеко У него Возможно Синдром Широкой спины Точнее Тут скорее Широкого пуза Вот Ну может быть И мне вот это Анимация Напрягает его Стояние Тут нет Анимации Стояния Понимаешь Если я ничего не путаю Он просто стоит Не аниме Нет Чуть-чуть Дышит Ладно Хорошо Правильно Пишет Как будто Два арбуза В подмышке Взял Действительно Очень похоже Ну вот Такая Типа Как я уже Сказал В самом Начале Эфира Типа Нинтендовская Стилистика Милая Аняняшная И японцам Видимо Это все нравится Вот кстати Сразу По никнейму Понятно Атакуми Кун пишет Как фанат Мегамена Заявляю Mighty number nine Ну так себе И очень слабо Передает дух Мегамена Не одобряя Вот кстати Напиши Чувак В чем именно Он не передает Нам правда Интересно Просто Ну мы не такие Эксперты В Мегамене А Келебруч Очень хочется узнать Потому что Как платформер Он говорит Что в принципе Нормальная игра Да пойдет Но как Мегамен Он не может оценить Как это продолжение Мегамена Насколько он Да то есть Выходила с полгода Назад Игра Тембо BDS Elephant Которая была Абсолютно тем же Стандартным платформером Ну На том же Абсолютно уровне Практически так же Без самобытных фишек И он был даже Немножко медленнее Потому что там Не было такого дэша И все дико захвалили Этого тамба Тогда сказали Что типа Нифига Невероятно Потрясающе Лучшее возрождение Духа И я вот играю сейчас В майте И испытываю примерно Те же самые эмоции Я не понимаю Почему Все его ругают В нем есть Очень много странных моментов О которых я еще По ходу эфира Буду рассказывать Пока буду показывать Какие то уровни Ты еще так сказал Тамба Бед Элефант Я такой Думаю Тамба БДСМ Сейчас скажешь Думаю Что это вообще такое Ну у него была Там повязочка Такая красная На башке Но вот так или иначе Слышь Игры от Нинтендо Топ тебе пишут Ты Зельда играл А Марио Не не пацаны Я наоборот Я главный защитник Игр Нинтендо Я ничего против ними Сейчас мы посмотрели Одну сюжетную миссию Я зайду в испытание Показать Что еще здесь есть Испытание В огромном количестве Просто То есть что Может персонажи Не харизматичные Но я не знаю Как можно в первых Там пяти Мегамена Сказать что персонажи Харизматичные В полтора пикселя Да совершенно Причем Ну ты знаешь Даже персонажи На самом деле Ну более-менее Какие-то нормальные То есть Они все Порабощены Каким-то вирусом Согласно сюжету И они все На это По-разному По-своему реагируют То есть Кому-то нравится Что он порабощен Вирусом Кто-то пытается Сопротивляться И в принципе Не сказать Что это что-то гениальное Но для платформера Ну типа норм Почему бы и нет А вот скажи Ты видишь Мне 4 миллиона Вот Это главный вопрос Я реально не понимаю Куда ушел бюджет Потому что Ну мне кажется На проституток И кокаин Больше не на что Я думаю Ты должен сейчас сказать Оуу кокаин Кокаин Вот это вот Топ фраза Да Топ фраза В категории кино Вот Да Совершенно непонятно Куда ушли 4 миллиона И Может Ну может В Японии Зарплаты высокие И как бы Они так оценивают Собственный труд Ну в Японии Действительно Зарплаты высокие Так что Да И поэтому Они такие посмотрели Что И вообще Сама идея С возрождением Старых серий А еще Особенно от старых чуваков Очень А я не убил чувака Очень часто Выглядят как Ну знаешь Захотели срубить бабла Вот нажиться На каком-то бренде И мне кажется Что здесь Прям Вот Та самая ситуация С самого начала Проект как-то Не внушал доверия Вот Вы посмотрели сейчас Что здесь есть Миссия и испытания Келебра У меня вопрос Который я задавал В сотый раз Ответь Что за прикол С этим самым А я не знаю Ты постоянно задаешь Я не понимаю Что за прикол Что за это самое Вообще Я тоже сейчас спросил Что о чем О чем Если в игру Не вложено Минимум 10 миллионов зеленых Имеет ли она право Игрой называться Ну это как бы Чувак 10 миллионов зеленых В брейд Было вложено Сколько 150 тысяч Баксов всего Кейвстори Чувак разработал В одно рыло И просто Сам В свободное время Поэтому тут Я просто Ну вот Относительно этого Я помню Что еще там у нас Относительно недорогое Можно вспомнить Да куча индюков Причем Замечательных Которых Вы и любите И уважаете И доказываете нам Что там какой-нибудь Undertale Это супер игра Да Не то чтобы мы спорили Но тем не менее Ну да Ну как бы Вот Вот Я запустил уровень На электрической станции И основная тема Мегамена На самом деле Сохранена Уровни нужно проходить Не в Хронологическом порядке Нужно как бы Получать возможности Боссов По мере прохождения И тогда следующие боссы Будут расковыриваться Легче Проблема в чем Проблема в том Что боссы Расковыриваются Легко Ну так Сравнительно легко Даже без Всяких спецвозможностей Ну то есть Вполне реально Убить Мне кажется Абсолютно каждого Просто если Старательно Зазубрить паттерн Все что дает Возможности Они Ну Совершенно имбово Гасят в два удара Все Вот Чувак один пишет Не касается Мегамена И вот я не знаю Это действительно правда Это он настроит Или он не знает Как знак вопроса ставить Он пишет В РЕ7 Нашли куда палец совать Вот Если ты сейчас Мне напишешь Чувак Куда Я это могу даже Тут же проверить Но почему-то Я не уверен Вот Пишут Что дизайн уровней В этом мегамене Так себе И оружие Дисбалансное И Ассимиляция Сделана плохо Ну то есть Я так понимаю Поглощение способностей Вот поглощение способностей Как раз Это то что я показывал Дизайн уровней Ну как бы Стандартный платформер Без Хитрости Вот сейчас я прохожу Как вы можете Видеть И Ну как бы Ничего в этом Такого нет Насчет Способностей Имбалансных Вот черт его знает Проблема опять же в том Что ими совершенно Не надо пользоваться То есть Уровни все заточены На то Под то что вы Обойдетесь без них И как бы Я даже не нашел им Применения Так Келебра Ты прикалываешься Ты где Не попадя говоришь Это самое Причем даже там Где оно не к месту Я думал что это фишка Выходит ты просто Тупишь и не знаешь Как предложение Закончить Я помню Была серия Как я встретил Вашу маму Когда Робин Которая Ну она там была Репортершей И она говорила Что типа вот Там куча народу Ее смотрит Ну главный герой Пришел в бар И оказывается Что народ ее смотрит Потому что играет В питейную игру Каждый раз Когда она говорит Это самое Они пьют Вот И по моему Ты сейчас за косплеем Просто Не Я могу как то С акцентом говорить Это самое Но Нет просто это Это самое Забейте Вот кстати говоря О странных моментах Вот посмотрите На этих чуваков Ну типа Это реально рушит Немножко экспириенс Тебе реально нужно выгадывать Чтобы попадать По маленьким мудакам В этом нет челленджа Какого-то особого Это просто Ну странный элемент Который непонятно Как работает Вот забавный момент Как сказывается то Что вы уже прошли Предыдущие уровни Когда я не прошел Не победил вот этого босса На переднем плане Я просто пробегал Тут он появился И сломал внезапно стекло Какая-то совершенно Ненужная приблуда Но тем не менее Твоё это самое В кино Как раздражает Просто жесть Хорошо Я постараюсь Убирать это самое Да Сказал он Так Ну как Играть Как стандартный платформер То дизайн ок Но для игры Тип Мегамена Всё очень плохо Увидишь сейчас фишку С нижним дэшем И инста Блин укатилась Так Увидишь сейчас фишку С нижним дэшем И инстакил Турбинами На этом уровне Больше такой херни Нигде в игре не будет Да Да Вот это как раз Опять же Такие странные моменты У игры Как вы видите У героя Полоска жизни есть Вася сказал в самом начале Что она слишком большая Нет Она не слишком большая Она как бы нормальная Особенно если первые разы Проходишь уровни Я вообще не говорил ничего Про то что она слишком большая Ну ты сказал что сложно умереть Ну это ты мне сказал Потому что Вот То есть как бы Ты не умираешь сразу И у тебя есть запас хп Но при этом есть Моменты Прям с инстакилами Действительно Которые вот сейчас Турбины Вот эти вы на них посмотрите Вообще непонятно Зачем они введены Если Ну твоя жизнь Это так ценно И она так легко отнимается Есть совершенно отвратительный уровень На автостраде Который я покажу Где Ну действительно Прям вот Умираешь Как вообще Как пусечка С любого Лишнего дэша И я дико страдал Пока проходил Тур У меня в Ведьмаке Вчера два последних босса Такие же были Вроде всю игру нормально проходила На них прям запоролся Потому что ланшотит И при определенных обстоятельствах Вот во-вторых На игру потратили не 4 миллиона 10% забрал себе сам кикстартер Во-вторых Опять что-то Во-вторых Когда игру выложили На кикстартер Она была еще Е-мое Не скройся Ча Она была еще На уровне концепта Плюс всякий документальный Тяжбе локализации На английский Японский языки В итоге на саму игру Ушло максимум Полтора миллиона Смиритесь В смысле Ну все равно Понимаешь Полтора миллиона На разработку Это мы как бы Имеем ввиду Я не думаю Что переводы Там отняли Прямо такое огромное Количество денег Учитывая Я извиняюсь Что тут Не ведьмак Тот же самый Где 3 миллиона Диалогов И озвучка Не извиняйся Озвучка не русская Не озвучка не русская Но в принципе Локализация Есть Русская Устроена Надо текста Ну так Сюжета Нет Редкая катсцена И вот Немного Болтовни По ходу Уровня Если честно Пропускаете их Потому что Блин Тут короче Я первый раз в жизни Заметил плохой Английский Voice acting Реально Я всегда Как-то не очень Различал английские Голоса Типа актерскую игру И все такое Потому что Я не носитель языка Но здесь Я прям слышу Как они хреново Озвучивают местами Это очень плохо И в рецензиях западных Тоже это отмечают Так что Вот Ну и плюс В любом случае Полтора миллиона Но как бы Я видел гораздо больше Платформеров Сделанных за меньшие деньги И сделанных лучше Я говорю Брейд 150 тысяч Ну так Чисто как бы Просто По аналогии Тот же Фес Ну тоже на самом деле Там Меньше миллиона Должно быть Ну или давайте уж Супер Мидбой Раз Супер Мидбой Там тоже Блин За 500 тысяч Не уйдет бюджет И как бы Нормальные платформеры Угу Брейд так вообще Показательный Там арт Бомбический Если в Мидбой Там можно поспорить Что там арт Блин квадратик Который По лабиринтику прыгает То в Брейдит Я извиняюсь Конечно Да Там прям офигенно Вот мы добрались До босса Который Как раз тот самый Пример босса Который Вот Он одинаково Проходится Нормально Проходится С обычным оружием Вот видите Я достаточно много Жизни отнимаю Каждым попаданием Но просто Если я возьму И перевоплощусь В нужный образ Который Предусмотрен В данном случае Я просто буду Уносить в нее Больше жизней И это пройдет Быстрее И проще То есть Если раньше В Мегамэне Это было более-менее Невозможно Как-то Ну и действительно Тебе приходилось Ты вынужден был Ковырять То здесь Это просто Упрощение Чит И когда мы выйдем В главное меню Если я все-таки Задолблю Я покажу еще В чем главная На мой взгляд Проблема Все этой истории Которую Абсолютно Чуваки не понимают Разработчики Мегамэна А вот еще Чувак пишет Во что лучше Поиграть В Умбрелла Корп Или в Мегамэн Лучше сказать Мне куда палец Ссывать Потому что Это вроде бы Ты мне писал Ну я к тебе Я могу тебе сказать Пару мест Куда можешь Засывать палец Так чисто На правах дружбы Так Games Сейчас подожди Мне просто Most founded Так Video games Просто Хочу уточнить Некоторые аспекты Значит Mighty No.9 Собрали они Во-первых Они собрали Больше чем Wasteland 2 Просто Они собрали Больше чем Elite Dangerous И Total Annihilation Они собрали Больше чем Divinity Original Sin 2 Они собрали Больше чем Kingdom Come Deliverance Вот я смотрю На Тикстартере Как минимум Они собрали Больше чем Dreamfall Chapters Они собрали Больше чем Ну Armic Rock Они собрали В разы больше Чем первые Divinity Они собрали Больше чем Broken Sword Они собрали Больше чем Banner Saga Ну я думаю Это уже Исчерпывающая Характеристика По всем фронтам Ну сравните Качество Проектов И самое Забавное Вот они собрали Сейчас скажу точно Компания Они собрали 3 миллиона 845 тысяч Да Просто рядышком Что у нас расположено Рядышком Сколько тут Тормент Тайцов Нумерия Собрал 4 миллиона 188 тысяч Но он еще не вышел Окей Он не вышел Но Pillars of Eternity Вроде как вышла И она собрала 3 миллиона 986 тысяч То есть Сравнимо Да Да Просто Я понимаю Там может быть Они где-то Отдельно На своем сайте Еще что-то Там Дособирают Бывает Такое Но я вот смотрю Чисто на Кикстартер Вот Вот смотрите Забавная история В мегаменах Вам нужно было Проходить уровни Раз за разом Доходить до боссов И там искать Какие-то подсказки Как их Расковыривать Например Помнишь На уровне Где Босса нужно было Завалить Киданием камней Там стояли Два камня И ты должен был Дойти Узнать Понять Здесь Точно так же Ты должен найти Оружие Против босса Но Если я открываю Карту Написано Начать И подсказка Подсказка Не дает вообще Никакой информации Телочка просто Объясняет Какой это Силач номер И все Но Если я получил Оружие Уже нужное Я открываю И появляется Начать Подсказка И совет И все И ты сразу Знаешь Кто тебе И просто сам факт Если у тебя появилась Надпись совет Это нужно проходить Следующим Ты даже при желании Не можешь создать Себе интриги То есть Это прям Рушит все И никакого Разгадывания нету Вот это я действительно Увидел отход От концепции Вот Такуми-кун Пишет Что Вася просил Распределять все Он сам не читает Я реально сейчас Отмотал Я не вижу коммент Выдели его Как обращение К стоп-гейму Чтоб он у меня Красным выделился Потому что Я реально Не вижу Твоего коммента Сейчас Я назад От этого Отскроливаю И Даже по цвету Не могу найти То же самое Так Вот А уровень Я кстати Вот этот Не открывал Еще ни разу Поэтому Вот А Давайся Сравнивать Пилар с этой игрой Все равно Что сравнивает Танцовую Идет Ну так об этом И речь А денег-то Они одинаково Запросили Я понимаю Что ты написал Что карточная игра Про котят Взрывающих Собрала 12 миллионов Ну как бы Я все-таки Смотрю На адекватные Игровые Аналоги Видеоигровые Вот Поэтому Ну и все равно Они как минимум Пообещали Что-то там Дополнить До этих Четырех миллионов И так далее Ну они дополнили По-моему Они как раз Выполнили Все свои обещания В этом смысле Там У них были обещания Из серии Мы сделаем Два дополнительных Уровня В финале Сделали там Режим испытаний И все такое Я уже мониторил Этот момент Но в любом случае Так или иначе Игра не выглядит И не ощущается Как супер блокбастер Например Вот смотрите Момент В данный момент Его нету Но тем не менее Когда я поглощаю Кого-то У меня над головой Появляются Значки усилений И в игре Есть просто Банальные Логические Несостыковки Зачем мне Усиление Ускорение То есть Герой просто Бегает быстрее Все Зачем мне это нужно Если Есть Dashable Dash Spamable Я хотел сказать Ну то есть Это нелогично Они как будто Не понимали Зачем они Просто А давайте Вот усиление А давайте Бегать быстрее Они Ну я не знаю Платформеры Как раз та вещь Которая должна Выверяться Прям до миллиметра Чем прекрасен Супер мидбой И чем он сложен Что он продуман До последней сопли Кстати вот оно Мое ускорение Я его прямо сейчас Получил Здесь Ну бардак Местами прям бардак То же самое Как я уже упоминал С количеством Жизней И инстант киллами Это тоже бардак Потому что Это два Ну две Противоречащих Друг другу Концепции Вообще игры И это очень мешает Играть Потому что Только привыкаешь Играть Ну знаете Типа резво Когда у тебя Много жизней Ты можешь Дэшить Прыгать Там что-то Дергаться Вообще В ритме Играть в каком-то И тут же Инстант киллы И ты пытаешься Играть осторожно И Ну блин Это мешает Это странно И тишина Повисла Мне просто Мы сказали Зайти там В группы Посмотри В центре Немного Правее курсора Можешь Может это На что-то Подсказка Или Теория Тоже Опровергли Блин Это резидент Ух уж Этот резидент Действительно Чего там Немного Правее Ниже Курсора Курсора Я вообще Не вижу Немного Подсказки Что Мы Собли Было На этой Картинке Ниже И правее Курсора Я вижу Мутную Текстуру И мутное Мыло Если честно Ай Меня откинули На самое Начало Уровня Да Чтоб Вас Ублюдки Сраные Так Жить тяжело Ну и кстати Вот человек Который сказал Что я не читаю Так мне не написал Второй раз С обращением К Стопгейму Так что Наше мнение Очень важно Для нас Потому что Блин Еще раз Я не претендую На то что я знаток Мегамена Я просто пытаюсь Действительно понять За что его ругают Обычный платформер Обычный Неплохой Местами слабоватый Местами наоборот У него есть Сильные моменты Опять же Вот Когда идут большие Боевые сцены С большим количеством Врагов И вот Без этой зеленой Глядающей херни Он играется Очень бодро То есть В какой-то момент Ты даже поймал себя На том что мне нравится Потому что Это черт возьми Быстро Динамично И хорошо Но явно Не вот 30 Там на метакритике И не вот эта вся история Вот пишет А разработчики Новички Если так То понятно Почему за такие деньги Такое качество Может просто Первый блинком Но проблема в том Что разработчики Далеко не новички И Если я не путаю Там Часть команды Разрабатывавшей Оригинальных Мегамэнов Да В этом и суть Это разработчики Оригинальных Мегамэнов Просто момент Как раз Мне кажется В том Что Они По-моему Не разрабатывали Ничего с тех пор Вообще И просто такие А давайте Чё бы и нет Вот сделаем Ну вот Армикрок Видимо Точно так же делался Да Не В Армикрога Там более сложная история Там бодяга С ушедшим Кем-то там Но Суть не меняет На метакритике У него вроде 55 А не 30 Ну 30 Это умбреллокор Господа Нет 30 Были оценки От Блин Не помню По-моему Котаку поставил 30 Или ещё Типа того Котаку Называешь ужасно Котаку Слушай А я не помню Как правильно Ударение ставить По-моему Котаку Это что-то Знаешь Это что-то Котаку Типа Ну вот Я не знаю Что-то типа Алкоголь И вот Прочее Такое Ну хорошо Прочие херни Но это всё Иностранные слова Да Так Кстати Вася Ты ещё учитываешь Что у многих Игр с Кико Были внешние Инвесторы Даже у Баннер Саги У Уэстланд Даже Майти Финансировался Кикстартер Вообще Для Майти 8 Во-первых Он 9 Финансировался Кикстартер Это вообще Весь бюджет Ну это Сложная тема У кого там Были инвесторы У кого нет Но Я вот смотрю Сейчас Кикстартер Точно Да То есть Окей У кого-то Действительно Наверняка Есть внешние Но явно Не у всех Кого я перечислил Ну типа Вот у всех Кого-то Перечислил У них у всех Внешние инвесторы Только у Майти Их нету Мне кажется Что там Все-таки Есть люди Из перечисленного Игры У которых Был только Кикстартер Я могу Сказать Только за Дивинити Они вышли На кикстартер Оригинал Син Уже Когда Ну они Вышли Типа Мы игру Делаем Она будет Готова А сейчас Мы собираем Именно на Дополнительные Плюшки То есть Это Вообще Отдельный Был Момент Какой Странный Интересный Уровень С летающей Херней Разрабы Этой игры Создали Лишь Девятый Десятый Мегамена Ну и Мегамен Зеро Но все равно Как бы Они имеют Отношение К Скажем Так Старым Мегамен Поэтому Понятное Дело Что Не Оригинальный Но Тем Не Не Принимали Участие В Разработке Но Видимо Они Там Пол Подметали Может Быть Кстати Действительно Ну и Опять же Мы Не Знаем Что Что За Девятый Десятый Мегамены Да Обижаюсь Если На четверть Явлей Обижаюсь На шутки С Южного Парка На шутки С Южного Парка Вообще Не надо Обижаться Если Ты Обижаешься На шутки У тебя Нету Чувства Юмора Или У тебя Завышенная ЧСВ Типа Того Да Вот Когда Шутка Тупая Прям Совсем Тогда Да А в Саус Парке Обычно Нет Тупых Шуток Прям Ну Совсем Тупых А если Есть Их Очень Мало Стрим В топе Майти Номбер Найн Но Это Как бы Не Показатель Вот Если Мы Под Какой Нить Были В топе Вот Это Я Поднимаю Это Показатель Для Майти Номбер Найн Я Считаю Да Они Для Нас Мы Всегда В топе Вася Ты Опять Пропускаешь Блин Я Не Вижу Твоего Комент Где Ты Написал Вот Тролли Мне Кажется Вот Выделенные Красным Я Вот Читаю Кто Есть Крафтер Роланд Теургер Пловенер Верченч Какой Омега Я Извините Я Не буду Ваши Ники Полностью Просчитывать Это Страшно Стюх Зи Олеф Фан То Омега Опять Трол Тейм Бул До Шмук И Не Чувак Тебя Серьезно Ты Знаешь Как Делать Обращение Собака Стоп Гейм Ру Вот Как У Всех Видишь Вначале Сообщение Сделай Такое Чтоб Мне Красным Подсветилось Мистер Таку Микун Потому Что Я Реально, я не вижу даже зеленым Каким-нибудь у тебя никнейм сообщений Даже близко с этим никнеймом С буквы, с которой начнется твой никнейм Я нашел Прошлое сообщение, что я не читаю Что я нашел Вот Меня троллят Ну, если еще раз так напишет То лучше даже Не пытайся Вот А, Васян, что думаешь о конце Нет, Престол не сегодня, Престол давайте в кинологах Следующих, которые через неделю Там такие кинологи Господи боже, я четыре раза в кино пойду на неделю Я, кстати, внезапно стал хайпить Как я уже говорил тебе Тарзана нового, там Марго Робби в главной роли Да, ты говорил, говорил Четыре фильма в кино Может на сайте написать У нас же есть сайт, на котором может быть три комментария Так, смотрим Трансляция по Call of Duty, а тема называется Mighty No.9 Это, понятно, это с того момента, когда перепутались стримы Так, и вот новый комментарий В игре будет ступка, которую ГГ в заставке стрима держит Понятно В общем, нет Это оба коммента, все комментарии Это все три коммента, причем два относились в Call of Duty И вот этот новый Ну, хорошо Значит, тебе это самое Обидно, что нет людей, которые могут заяснить нам за Мегамена сейчас Потому что вопросы останутся в подвешенном состоянии Мне это не нравится Опять начнется, что я типа не разобрал Запустил, пошло, да? Погоди, еще пока я жду Еще интрига, понятно Еще интрига Ну, эти Зеленые штучки поползли Это хорошо, сейчас Все, да, вернулось Да, простите Лебра уронил Все, да Был какой-то странный звук И я не понял, что это был за звук И все Ну, это тебе, короче, фанат Мегамена задудосил А, ну, может быть Или фанат Dead by Daylight То есть, блин, там реально 5% разности в скорости И хрен ты поймешь, что действительно Но нет, короче Все, я... Не, ну, это принципиальная разница Нельзя убежать от маньяка Или как бы он тебя чуть-чуть нагоняет Не, а там Даже если бы вы бежали с равной скоростью Тогда просто за счет того, что ты пытаешься убегать И ты крутишь на поворотах А он пытается... Ну, он срезает постоянно Это не ощущается Действительно, не принципиальный момент В этом как раз и соул Но, да Не будем об этом Серьезно, сначала Сам... А, я же умер Все, хорошо, ладно Да, да Вот это, кстати, передает, на самом деле Дух оригинальной игры Они беспощадны к тебе вообще Вот обосрался Все, иди начинай заново Иди страдай Дошел до босса с одной жизнью Не убил все Начинай все заново И дух задротства Вот этого отвратительного Дэндевского Он здесь прямо есть В некоторых местах Ты испытываешь Практически физическую боль Давай все Го в охоту Ладно Тебя не троллят Пока мне красным не выделят Я не верю вам, ребят Не верю Вы все плохие люди Вот это, кстати, может быть Я все больше убеждаю Что много Слишком много плохих людей В мире Большие сообщения Отправляются через чатик Тебе кажется, что отправилось А на самом деле нет Но, кстати, как вариант Попробую разделить На пару сообщений Глебра Что именно ты хочешь узнать О Мегамэне Что он был нереально хардовым Что суперсилу Получаемую от боссов Можно было использовать Во время прохождения Что сюжет был от силы На одну страницу Трендного листа Что нелинейность Была исключением Исключением Чем правилом И только посмей Не прочесть, Вася Ну ты и не посмел Да Но мне уже почему-то Хочется тайм-аут На 10 минут За такое кинуть Смотрите Здесь можно использовать Все обилки Которые у тебя раскрыты Действительно можно Проблема в том Что они к черту Не нужны Абсолютно Ну да Хорошо Я могу вот взять В данной ситуации Рубящее оружие Зачем оно мне Непонятно Потому что оно убивает Ровно с такого же Количества хитов И Ну как бы Это самое О кстати Это самое Понял Я поймал Это самое Которое я говорю Я уже на пути К исправлению Опять же Я могу взять Какое-нибудь замедление Зачем мне здесь Замедление Вот-вот Заморозка Я хотел сказать Ну хорошо Ну вот-вот Какую мне пользу Вот это действие Сейчас принесло Вселенскую То что пулька Летит как бы По траектории По определенной Это тоже Не дает никакого Возможности Просто бесполезны Они нужны Реально Чтобы добежать До босса И убить его Просто за счет Бонуса Так Сейчас Секунду Да Спрашивают Меня буду ли Продолжать Ситком Project Indie Ну и Я подумал У пилота Были положительные Отзывы На удивление Да У меня Внезапно Короче Мой товарищ Который Фанера Снорк И Посмотрел эфир И убил тебя Лол Че ты меня не пригласил На эфир Я бы тоже рассказал Там многое Че Мы снимали Скуда у тебя Вообще это сохранилось Вот видишь А ты боялся Что обидеться Все нормально Не он то не обидится Я про других боялся С ним я поддерживаю Общение И Его я кстати Даже не затирал Его там Его морды В принципе там нет нигде Один раз она в мешке Один раз противогазом Ладно Хорошая Когда обзор на Umbrella Corp Завтра утром Я его Глебу сдал Завтра будет Что-то нет крутого 8-битного саундтрека Кстати А вот кстати Это самое Хороший Я опять сказал Это самое Блин Вот Вы теперь Замучаете меня А я не могу Выйти Или могу В настройки Нет настройки Это Идиотская Отвратительная история Когда Настройки различаются В главном меню И в игре Здесь есть Прямо кнопка Отдельная Которая Превращает Саундтрек В 8-битный Серьезно Накатим Накатим? Ну Ты сказал Это самое Накатим А Да Действительно Можно играть Робин Кунгуров Да Смейтесь над ним Пускай это будет Его мем Его мем Очередной Очередной мем Я считаю Поводом для гордости То что я Я являюсь Генератором Мемов Да Мне нравится Робин Кунгуров Или Келебра Щербацкий Что это Кто такой Робин Щербацкий Ну Это героиня Как я встретил Вашу маму Которая горила Это самое Я почему-то перепутал С теорией Большого взрыва Там по-моему Ее смотрели Тоже Где-то Из-за Бюстгальтера Что ли Или я путаю Сериал Друзья Проехали Все Слишком много Сериалов В нашей В нашей жизни Сейчас Подожди Я солдат должен Тайм-аут дать О Неужели Я тут Прошел Так Что там Мне говорят Так Про коммунистов Твоих На дне Про коммунистов Да Такая Это история Серьезно Я побежал Сейчас по кругу Я вернулся К самом началу И бегу Второй раз Туда же Не знаю Ладно Пока не вижу Конкретных Комментариев Но ты Держись Там Да Это Это все Само собой Хочу отметить Про задротство Я Начал Умирая На второй же Локации Вот сейчас Я бегу Второй раз Все эти ряды И Еще ни жизни Не потратил То есть реально Здесь прям Вот чисто Механическая Такая дрочильня Как Любой нормальный Платформер Который ты Чисто спинным мозгом Проходишь В какой-то момент И как хорошо Что это Та игра Которую я стримлю А вот Кстати О характерах Все эти Мясные Фрикадельки Всего лишь Сбежали А Глубина Проработки Характеров Драма Все Что нужно А Нет Все таки Понятно Локации Как-то Усложнились Или Опознает Игру Обзор Который Он должен Сделать Через Два Дня Не Она Проходится На самом Деле Очень Быстро Просто Я Ну У меня Были Личные Обстоятельства Почему Я Выполни Немножко Из жизни На Несколько Дней Я думаю Что Я Сегодня Вечером Уже Я Пройду Ну То есть Я Буквально Перед Стрелом На 15 Минут Запустил Потренироваться Как Раз Один уровень Пройти И Бах Прошел Ну То есть Всего В игре 12 уровней Я прошел Один за 15 минут Ни с того Ни с сего И это Должно Быть Достаточно Изи Пройти Остатки За завтра Добью И уже Сяду Писать Текст То есть Вовремя Все будет Нет причин Для Опозданий Мы Написали Внизу Надпись Дина Я Прочитал Днина Днина Да Это В принципе Характеристика Многих Аспектов Этой Игры Не всех Но Многих Действительно Как Вы Относитесь Простите Нормально Я Хотел Прочитать Вопрос Как Вы Относитесь К Вейперам Но По-моему Ты Ответил На Вопрос Прям На самом Деле Я Хейтил Вейперов До Того Как Это Стало Майн Стримом Прям Я У нас Там Все Хипстота Сплошная И У меня На Работе Вейпить Начали За полгода До того Как Все Стали Шутить Про Это Они Меня Уже Тогда Бесили Со Своими Дудками А Потом Все Внезапно Услышали Слово Вейпер И Буквально За Неделю Разнесся Мем Так Вот Значит Наконец-то Сообщения Такуми Куна Дошли Вот Видишь Они Дошли В этот раз Во-первых Майти Слишком Легкий Прошел За Первый Раз И За Один Вечер Во-вторых Мегамен Был Нелинейным А тут Узнать В какой Уровень Лучше Идти Дальше Просто Изи В-третьих В мегамене После победы Над боссом Ты получаешь Его способность Как тут Но тут Зачастую Сила нужна Только для боссов А не для Прохождения Уровней Ну и Напоследок В мегамене Тебе с самого начала Давали выбор Левела И каждый По-своему Был тяжелым А тут же Все казуалили И добавили Сранное обучение Но есть подсказки По прохождению Как по мне Это линейность А еще Это странный Дэш Который Опять же Все казуалил КГ и победы Над боссами И забирание их сил Вот тебе Пожалуйста Вот спасибо Вот отличный Комментарий И по сути Подтверждает Все что я сам Думал по этому поводу Насчет А казуаливания Ну может быть Да Я бы сказал Что здесь не А казуаливание А именно Плохой геймдизайн Есть Режим Уровень сложности Выбирается В настройках Где ты умираешь С одного Хита Вот Борьба С любым А казуаливанием Учитывая Вот эти вот Все Плетающие Пульки Постоянные Проблема в том Что некоторые вещи Просто не совсем Метко сбалансированы На мой взгляд Например чувак Который стоит Со щитом Он одновременно Поднимает щит И стреляет в тебя И вот Вот сейчас Постараюсь показать И это блин Не то чтобы сложно От него увернуться Но вот просто Немножко это портит Ритм и ощущение Я не знаю Как это сказать Более дословно Я уверен Что в нормальных играх Тайминги не совсем Такие В таких вещах Вот Вот бы можно было В Dark Souls Забирать способности Боссов Кстати Вот мне кажется Это было бы Отлично Мне кажется Это нормальный концепт Такой для Сиквела Для From Software Да Забирать способности Боссов Так Буду ли я стримить Shadow Warrior 2 Не знаю Я что-то посмотрел И Shadow Warrior Мне больше напоминает Не Doom А какой-то Borderlands Ну то есть Когда вот эти Огромные хилсбары Над башкой И ты такой там Криты какие-то Вбиваешь Я понимаю Что в Doom По факту То же самое Но вот Вот эти хилсбары Меня напрягают Что-то Вторая часть Shadow of the Beast Постараюсь сделать Серьезно Постараюсь Не дается она себе Никогда Да не просто Просто видишь Ну да Как бы не дается Потому что Сперва был разбор Потом я на две недели Заболел Ты помнишь Я говорил как Солист Рамштайна Какое-то время Вот Потом Ты думал Что ты говорил Как солист Рамштайна Это очень важно Это было в кинологах Когда я думал А вот После кинологов Когда мы Три часа поговорили Я реально говорил Как солист Рамштайна Хорошо Ладно Вот И короче Потом Потом что-то еще было А потом опять Разбор появился И вот Дмитрий Имеется 39 секундная 39 секундная Футболка Принт Не желаете увидеть А то мне моча В голову ударит Выкачу в блогах И вы обидитесь Нормально Я не обижу Мой спаситель 200-рублевый Вчерашний Выкати мне в личку И я скажу Насколько Келебрыч По Стебальной шкале Может обидеться И насрать на него Нет Тогда наоборот На самом деле Очень сильно В любом случае Но насрать на него Ты должен был сказать С кошкой могу посоветовать Набраться терпения У меня тоже была такая проблема Мне кошку мы будем стерилизовать Все Не хватило терпения Да Хватит терпеть Как Хватит терпеть котов Что эта кошка себе позволяет Да ей Не очень-то приятно Ходить Орать Я бы послушал пару обзоров От Солиста Рамштайн На самом деле Обзор Shadow of the Beast Был записан этим голосом Я Глебу кинул Я говорю Слушай Насколько это вообще Возможно выпустить Говорит Не давай Он короче послужит Говорит Да Это конечно прикольно Но давай Ты все-таки Породь не отойдешь Потому что там реально Было ощущение Что я умираю В какой-то момент То есть там Как-то вот Такой вот Какой-то голос Там был жуткий Просто во всем обзоре Голос как будто У биста Ну да То есть там реально Был бист Ну такой знаешь Помирающий Хватит И вот Ну в защиту Опять же Того что нам написал Знаток Мегамена Я не считаю Дэша казуаливанием Потому что Дэш добавляет Игре динамики Вот Вот эта вот Медленная Ползотня Это Это не совсем Тот геймдизайн Который нужен Готэму Сегодня мне кажется Уже никто не делает Платформеры Супер медленные Такие стандартные Которые были На Денди Обыграл бы Художественно Свой голос Я попытался Обыграть Но Глеб Все равно сказал Что не стоит Это тот Игрыш Не стоит Такого голоса Нет Я про то Что она В комнатах Гадит У нее стресс Из-за переезда Какого? Который 6 месяцев Назад случился? Че-то не уверен Любой стресс Б уже прошел У меня был Совершенно гениальный Кот Когда-то Такой знаешь Как это ни странно Он безупречно Был Как у Джека Лондона Белый клык Только кот И он был Потрясающе умен И в какой-то момент Когда мы не пускали Его гулять Потому что он Вечно шлялся Куда попало Пропадал И вообще мама волновалась Он просто пошел И насрал под дверь Принципиально Я ни разу не видел Чтоб коты такое делали И не слышал даже Прям пошел Вот его не пустили Он на это посмотрел Подождал пока все ушли И сделал свои дела Может у тебя кошка тоже умна И мстит тебе за что-то Ну и мы Я мстю ей в ответ Вот мне пишут Что она плачет Пока ты спишь На самом деле она плачет Нынче даже не сплю я Я ей прям такой говорю Заткнись уже Она все орет мне в ответ Может другой уровень Люди покажут Потому что это ты не можешь Пройти просто Я не то что Сейчас умру уже И это самое Опять это самое И это самое Накатили господа Накатили Нет не долго Потому что я переехал Уже в нормальную квартиру Уже туалет уже был Короче Уже туалет был Не на самом деле Мне понравилось Я на работе говорю Что я пока не могу переехать У меня есть стиральные машинки Мне говорят Так у тебя есть тортиры Интернет? Есть Все переезжай Что за идиотские вопросы Я тоже не понял Я на съемной квартире Четыре года жил Без стиральной машинки И как-то жил Слушай я фиг знает Меня злобало стирать Прям моментально А я к родакам Относил одежду Как к стиральной машинке Ну у меня родаки Живут не через дорогу А на другом краю города И поэтому клал я болт Вот на это вот все Помогите Димину Идти обратную тень Отлично Келебра Как по мне Эта игра тянет На 6 страйдеров Из 10 6 страйдеров Из 10 Да Я плачу на 2 страйдера А солод не смог Я пытался Но я потом посмотрел Что там есть ачивка Про 4 часа Я такой Ой нет ребят Я случайно ее выбил Терпеть не могу Ачивки со временем Вот в Ведьмаке нормально Нет ачивки со временем Есть только сраные карты Которые ты можешь пропустить Для Гвинта Но я не пропустил Совсем пропустить можешь Да То есть как бы Некоторые карты Ты можешь выиграть Только в сюжетной миссии То есть ты идешь По миссии И там где-то сбоку Короче стоит чувак Который предлагает Тебе поиграть в Гвинт Если ты с ним не поиграешь То короче Ну все Как бы эту карту Больше никогда не выйдешь Только начиная игру заново А прочитай донат пожалуйста Да Ну не знаю Способность быть тентакливым монстром Размер со старое дерево С хвостами вместо ног Немного сломала бы соулс Но это короче не относится К мегамену Спасибо А то я не догадался Но тем не менее Не знаю Это было бы как минимум Прикольно попробовать Какой нибудь мод должен быть На это дело В соулса Вот И поставьте 8 бит На саундтрек Пишите Я когда выбил Главное меню Поставлю Чувак мне пишет Визин Вибей В смысле что Я визин выбил платину Пришел Ньюфак Да 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 Ты не знаешь Ты как это проходило Какая легенда Вообще Ты не знаешь Серию стримов По Акуме Этот 4 часовой стрим По спидрану Ребят Я понимаю Что донат криво в окошке Но Келебрич Надо понять и простить Да Примерно как Роунда и Мереха За день Независимость 2 Ну то есть То же самое Мне кажется Я тоже старый И сумасшедший И ничего не умею Толком Отлажу Все когда нибудь Отлажу Играть в Ведьмака Играть в Гвинт Со всеми Не я пони Не как бы Играть в Гвинт Со всеми надо Просто ты можешь Как бы не знать Что на этой миссии Есть чувак Можешь его просто Пропустить Не увидеть Чувак Хватит писать мне Про Dark Souls 3 Вот серьезно Вот в следующий раз Уже сделаю тайм-аут Тебе Потому что я читаю Это сообщение Шестой раз Да Очень странные люди Когда Вася сидит У него единственный He had only one job Смотреть в чат Не думайте Что он прям в упор Не может не заметить Подряд шесть раз Одно и то же сообщение Я смотрю И запоминаю Ваши ники Что вообще происходит На экране Пишет тебе донат Итак Друзья Мы играем В Mega Man Точнее В Mighty No.9 Духовную наследницу Мегамена Сейчас я прохожу Один из последних уровней У меня осталось Всего два уровня В сюжетной кампании По убиванию боссов Этот босс Который стреляет В меня лазерной хернёй С другого края карты Сраный кемпер Которых мы все ненавидим Я должен до него добежать И убить И я уже не знаю Сколько я могу до него бежать Но надоел аж кошмар Тут ещё откидывает Прямо длинку По-моему Там что-то зациклено И ты должен найти Какой-то секретный проход Мне кажется Найти тень Ну кстати Может быть Вот ты зашёл в эту комнату И мне кажется Здесь вот А вот наверху Не он сидит Он Я по нему пострелял И он исчез Может быть Как бы тебе надо было По нему пострелять И он дальше Телепортируется По уровню Ну я так и сделаю В нему пострелял И Может его заморозить Надо внезапно А кстати Я же получил Своим первым указом В должности Первого в истории Президента робота Я дам свободу Всем роботам Классный сюжет Не это ещё не последний уровень Тебе пишут Нет я знаю Этот Потом ещё один Это Строительная площадка И ещё четыре Насколько я понимаю Должны быть потом После уже Получения всех возможностей Нет Действительно Это какой-то прям Слишком цикл Сейчас я попробую До него добраться И пальнуть по нему Электричество Может это прокачит Может игра Не так проста Как тебе показалось А ты этот уровень проходил? Нет Вот я его сейчас Первый раз прохожу При вас Келебра Вот на этом уровне Тебе нужна электроформа Вот да Я только что сказал Что я попробую Из электроформы Загасить Это не интрига Понимаешь Твоя подсказка Она выведена В главное меню Что мне нужна Электроформа Я просто обычно Она нужна Именно когда появляется Полоска хелсбара Босса И вот тогда Уже тебе нужна Какая-то форма А до того Болт бы с ней Келебра Просто сказал Что он выбил Страйдера А Макс нет Вот я ему говорю Пусть визи не выбьет Той Келебра Визин даже Блин На обычной сложности Не прошел Я не играю В видеоигры Все ребята Это Так Меня убили Меня подлецы Спрашивают У кого больше платен Ну В редакции Ну нынче У меня уже Да почему они не живут с тобой в твоей квартире вот салат альфон нормально тоже потому что я болт клал жить женщиной серьезно вот он хочет жить с мужиком пусть приходят я не против там я те блин да не работает электричество на этого говнюка пусть приходят не знаю готовят мне но жить нет это же они рядом должны находиться постоянно не надо мне такого счастья там ничего не пишут до чати не заинтересованы до фил он что педофил келебра тихо я уже объяснял эту систему между прочим ну да система такая собственность за это у него как раз проблемы с коммунистами как я я повторю ее потому что на стриме не все смотрели стриме 3 мне слишком нравится эта история официально с 1 июля хентай приравнивается к детской порнографии и любая порнография где главная героиня согласно сюжету школьница является педофилий при этом очень важное уточнение всегда в любом порнофильме со школьницей есть фраза сколько тебе лет мне 18 потому что везде так за такое садят но у нас теперь за садят за саму атрибутику они за упоминание конкретного возраста к чему я это я это к тому что приравняв 18 летних девочек педофилии в порнографии они не изменили возраст согласия и таким образом спать со школьницами может в 16 лет с их 16 лет а дрочить на них в интернете можно только с 18 и старше соответственно пялить школьниц сейчас законнее чем дрочить на них и это мне кажется очень странно так что какие еще у вас вопросы о игре интеллект и чётенько пик подпрыгнул под ним все никто из проходивших не знает что я должен сделать здесь потому что я уже заглобался бегать по этому уровню прям вообще если мне сейчас не напишут то я просто убьюсь и пойду покажу вам другие моменты тем более мы часто стримили пара носить динамику будет ли продолжение истории резидент илс эти анонсы новой части не знаю пока не планируется ничего такого вот ну хотя вот ты знаешь когда выходит уже несколько частей новых уже можно обновлять но у нас как бы не было такой практики я знаю но просто другой стороны у нас много чего в последнее время поменялось и практика и практиканты да как думаешь пошел в этой игре к оператив он есть здесь кстати он здесь есть и не пробовал к несчастью вот нужно школе попросить что поиграли со мной как это прозвучало сейчас он здесь есть это было кстати отдельной целью на кикстартере но я не пробовал его наверное не пошел бы наверное нет потому что учитывая ну вы видите скорость которой я иногда передвигаюсь по уровню вдвоем синхронизировать такое нестись вот дышать туда обратно да еще с одним набором врагов а вот и вернем это было келебра я следующем уровне тебя будет ждать робот с мало . и тесаком и твоему ггм придется целовать кое-что серьезно я не удивлюсь просто 7 начинает уже повторять свои реплики по кругу все мне нужен гайд короче я это сложно сложно я не понимает он не в эфире с этим разбираться действительно честно делать давайте я лучше покажу вам другие забавные моменты вот например этот варгей 7 кого по не будет я почти уверен да конечно какой там вечер настройки игры для колоб мне кажется нужным оставить revelation это смысле под под рубрику да нормальный вариант мне кажется они выпускают revelation для коопов все такого восьмибитную музыку говорят что ты еще не забыл включить вот уже я сам запомнил спасибо большое что вы контролируете процесс и она ничем не отличается разумеется мне очень понравилась теория на тему того что сейчас нет куб гениальных саундтреков раньше да что на тебе пишешь там короче один раз оставалось его убить но я думаю они меня троллят я уверен они меня троллят продолжай себе это сегодня всю ночь говорить плача в подушку я всегда так делаю так за помпи стрим по визуальным новеллам да я не фанат визуальных новелл я фанат ровно одной визуальной новеллы zero escape единственно который я прошел от начала и до конца поэтому жду zero time дилемма которая выходит это часа через два в стиме через два дня никому не нужно блин вот она действительно никому не нужно я бы очень хотел в нее поиграть но я я же не прошел 12 несколько 144 концовки первой части но 144 каш перегнул там их что-то в районе наверно 40 до 24 где-то но там есть 24 концовки каждый из которых должен увидеть чтобы видеть финальных ну да да о чем и речь причем до некоторых концовок не дойдешь пока не посмотришь другие концовки ну да да я я и говорю я дико хочу поиграть в этом но я не хочу покупать для этого видео кэпи 3ds если бы я играл в игры я бы прислушался к этому совету но как вы знаете все у меня проблема мне вот надо умудриться купить три игры а денег у меня только на одну и украины щит на счету мне просто не охота карточку опять привязывать к своему ps аккаунту может твич мне наконец деньги там выведет но мне короче надо купить резидент призом архитекты zero time дилемма чего же не делай кстати я не хочу с карточки не чуть еще связано на карточки деньги тоже нужны к сожалению ну ладно стрим возвращение в enter the matrix как старые времена с очками войне ребят эти очки тем более где-то на старой квартире возможно выкинут сто лет назад я думал единственная любимая визуальная волосит игра про влюбленных голубей ну там я не все концовки открыл а зря мог бы и запариться между прочим вот смотрите еще странное решение вот эти пузыри которые сейчас дуются на меня они абсолютно нафиг не нужны с точки зрения геймдизайна потому что я просто мог их пробежать и они не создали бы никакой проблемы не угрозы ничего они стояли слишком справа опять же это просто к тому что очень много моментов в игре которые как будто чуваки просто не понимали ну не выверили до конца серт бёрзды это третья игра из вселенной паразит и если ты не знаешь чтобы открыть кат-сцену с а и брей в душе надо было пройти игру 50 или знаешь учитывая какое тяжелое было время для человечества я думаю как бы это себя оправдывал вполне могу так не могу найти зерта им дилема в ps-store она там вообще появится релиз рот 28 так она на ps вити только появится в ps story так что смотри написать в ps витовском story и по-моему в ps витовском нет понятия при ордер так что скорее всего на сегодня в ночь просто автоматически появится сразу для виды даже при ордера нет бедная вида что за игра за четырьмя концовками zero escape versus last reward она только на ps витове 3ds как ты думаешь вообще вот эта вторая часть они пожалеют хоть немножко пока аудиторию там сделают вообще на самом деле первого во вторую часть можно было пройти не зная первую вот абсолютно нормально то есть тебе там объясняли причем довольно кратенько что было в первой части там были два персонажа из первой части перекочевали в эту игру но как бы ты в принципе понимал что там происходит но у меня такое ощущение что авто вот первая часть ну вот по описаниям того чтобы не в игре там сказали что там не было какого-то глубинного прям такого сюжета намекающего на так явно на продолжение в верши с last reward прям очень жирный намек на сиквел ну на продолжение был на и мне кажется его так просто в 3 или вот эти все переплетения не описать потому что блин там я я сейчас даже не смогу объяснить что случилось главным героем если постараюсь то есть какой там порядок событий был его жизни там получается что и там короче сперва ты думаешь что ты находишься в настоящем потом оказывается что находишься не на земле потом оказывается что прошло что в районе 60 лет пока мы потом оказывается что ты не ты потом окажешь ты сам себя похитил чтобы готовить будущей битве которая как раз будет в третьей части из-за которой ты оказался не на земле там серьезно там такой вынос мозга на хоть виду покупая я в истории серии не смогу это выписать полностью спойлеры до спойлеры игре уже три года дня на для биты и вы никогда мне не поиграете вы никогда мне не поиграете третья часть выходит вот сейчас я вам вкратце объяснил все разбор сюжета вот этой игры блин мне 40 часов сложно тратить на эту игру да вы забудете все эти спойлеры и я скорее всего наврал там три раза потому что сам проходил игру 100 лет назад но выронимые сейчас я вам скажу еще короче в последней серии престолов случилось вот так не надо я не смотрел а то вот это уже слишком ниже пояса первая хорошая серия престолов за сезон и как вы все испортить нельзя когда будет новая модная на самом деле не знаю да да ну такое давай возьмем майнкрафт ты знаешь мне кажется мы шли к нам были миллионные просмотры мы шли к этому всю свою карьеру мне кажется вот то есть шли к славе к успеху к миллионам просмотров логически знаешь можно будет снять про наши биографии фильм как про отчаявшихся людей знаешь которые бросились во все тяжкие ради просмотров досталку сюжет визина вот когда анонсирую вторую часть я растолкую сюжет визина что-то это в игре стоит из кучи рояль и вкус так что на слух довольно странно стрёмно ни хера вообще не стрёмно ты просто поражаешься как когда ты проходишь ее ты сперва вообще ничего не понимаешь потом ты думаешь как они это вообще умудряться уплести в одну линию потом ты смотришь как это нормально ложится в одну линию все а потом тебе говорят все что ты знал на самом деле неправда и твою мать это и логично объясняет почему это неправда скотина такой интрига покупаю эту виду и лебра вася какие русские игры абсолютно точно для вас является изумительными ну смотрите короче во первых я думаю что и ты я согласишься что космические рейнджеры я не играл на кейлан космический рейнджер потом что еще из русского приключения пионерки ксении здесь безусловно даже не о чем говорить вот mortal kombat 5 ваван безусловно безусловно да потом что еще у нас из русского такого крутого ну неизумительно подземелье кремля вот конечно поле чудесный морской бой нам правильно подсказывают да это вообще лучшие вещи топчики до игры вот но перестройка это такая это классика скорее такая олдовая вот узел не русский не разбавайте я ну не знаю мне сложно ватью прям изумительный короче если вы хотите чтобы мы какие-то модификации взяли напишите мне на стене под последней записью на моей стене название модификации не в чат сейчас все равно не запомню тетрис кстати пишут да тетрис это вообще не умирающая российская классика я думаю что ее можно считать российской классика несмотря на то что права уже не в не у русских но придумал и русский человек впервые тоже он ее сделал это можно гордиться так герои 5 санитары подземелья не знаю вот сложит там скорее похвальные штуки мор утопии санитары подземелья блин лучшая игра на планете потому что там реально есть по моему ну что-то в первые два часа игры там штук шесть концовок где тебя дерут в жопу и это концовка игры все тебя дарили в жопу короче ты проиграл я помню я помню это да там можно было типа вот этом короче типа идешь там короче около могилки стоит какой-то священник сундук говорит хочешь помолиться я такой ну типа ну как плохо отказывает священнику эту конкурента хочу и у меня главный герой короче так танцует вокруг могилки харе кришна харе рама харе смеха панорама это дословная цитата и они такие короче он нашего король этого блин священника харей назвал вали его сален шторм вспоминают да сами шторм был хороший не скажу что изумительный но прям очень прорывной когда-то не вал делала прорывные игры прям вообще узера в тайм-дилема 90 баллов на метакритике но там пока нету прям таких журналов которые ну в смысле изданий которые ну прям топчик которыми можно там доверять там какие ноунеймы деструктует вот но я почти уверен что там такой на самом деле да но я почти уверен что там будут высокие баллы потому что сюжет бомбически просто как же корсары но я не знаю не играл корсаров только вдруг смотрел и в два штурмовик но это такое для любителей блин я кстати дичайший люблю пиратов карибского моря русских прям я в них столько времени на ростах нибудь нет именно пиратов карибского моря то есть не первых корсаров не вторых а вот эту модификацию которая подвязывалась к черной жемчужине она была совершенно прекрасная возможно она была плохая и отвратительная я этого не отрицаю но для меня в те годы она была великолепна ну конечно действительно напоминает в тулу врага первая часть просто великолепно было и главное вот раньше российские игры были новаторскими вот реально вот раньше не боялись экспериментировать космический рейнджер например аналог мне найди ну вот так вот быстро да возможно есть но там прям такая комбинация была вот мы не просто сделаем вам да там пошаговые бои и открытый мир с меняющейся экосистемой да мы короче еще вам текстовые квесты в игру вернем который вообще отдельный пласт геймплея просто текстовые квесты вот потом тот же операция silent storm да в ней была невиданная по тем временам разрушаемость да это была пошаговая игра и там просто там реально можно было дом обрушить в игре это был я не помню 2000 какой год но тогда вообще никто таком думать не мог у меня комп когда кидаешь гранату в окно думал короче три минуты обсчитывал что-то должно взорвать но тем не менее да чё там еще в тылу врага прямое управление чуваками не просто стратегия это было еще и тактика и вот это было в режим ручного управления еще опять-таки где такое было тоже вот так резко не припомнишь чё там еще пишут в чем еще вспоминали да во ван например вот до сих пор игра работает под windows 7 и 10 до раза не показать это конечно технологическое сверху эти люди они не побоялись перетряхнуть вообще механику mortal kombat а да то есть если вот эти всякие на за рилмс этот бун вот он как придумал механику они придерживаются прям эти пацаны не побоялись делать может у комбат абсолютно другой механики не прогадали вот экс махина пишет и collapse но collapse не играл их с махина махина говорят там был с проблемами но я слышал там были проблемы там была вторая часть которая типа эти проблемы вроде устраняло но я играл ну это прям неизумительно точно похвально но не изумительно тем не менее тоже там довольно таки оригинальная игрушка была а сейчас что у нас делают у нас сейчас либо танки так танки в принципе тоже на не белорусский но снг да я не я не я не разделяю наши русскоговорящие русскоговорящих людей только ну короче короче считаю тоже короче василий на целостность расы вот так что вот обратить внимание я умираю сейчас как дурак и вот как эти две вещи должны сочетаться потому что вот в этом месте в принципе очень враг который отнимают я мало жизни он не доставляет тебе никаких проблем и в принципе битва с врагами не доставляет проблем но как только начинается платформинг это все это вот эти инстант киллы которые совершенно рандомно возникают зачастую которые ты не можешь знать заранее должен именно задорачивать ну зачем делать игру которая противоречит сама себе в разных аспектах это странно но там пишут мор тургор ну это такое знаете как бы это такое изумительно от Ивана Лоева отдельная рубрика просто я думаю должна быть то есть как бы ну окей оно может быть ну кстати тоже новаторская довольно да но это настолько новаторская что сидишь такая как бы те же космические рейнджеры которые были тоже новаторскими да ты включаешь ты понимаешь как в это играть так что-то не пишет ну таймшифт управления времени на управление времени а таймшифт разве наша ну издатель не наш но делал по-моему российское самому украинцы нет не может украин блин короче снг понять снг короче да обзор zero будет вот сожалению я уезжаю с 1 по 8 у меня не будет доступа до компьютера но я возьму с собой на отъезд виду как бы зачем она еще нужна вот и я пройду игру и возможно я с глебом поговорю может обзорчик немного задержится но я как минимум там пока буду в отъезде напишу текст не пройду я напишу текст а потом приеду запишу футажи быстренько и надеюсь сделать обзорчик вот вы будешь тягу произойдем 6 шт русской от сейбер в питере так что да ну ладно хорошо но она тоже не была изумительная сколько я помню то таймшифт да она была похвальны вполне чуть ли не проходниковый не помню мне не проходникова она не была там были как минимум очень классные фишечки с отмоткой там прям времени забавный но но отмотка да мне очень нравилось статика и все остальное но и когда я играл ей даже тогда я не был слишком требовательным мудаком даже тогда они показалось достаточно гениальный по поводу разбора возьмем ли мы таймшифт на разбор завтра мы хотим хочет хочет хотим хотим не хотим поэкспериментировать с возможностью чтобы зрители могли выбрать игру для разбора попробуем насколько это зайдет людям не зайдет по механике кинологов вот приходите на стриме если не зайдет значит будем потом как прежде делать но попробовать охота как бы у вас появится шанс чтобы приблизить игру который хотите ладно так завете как мы отошли от темы мегамена потому что про мегамена больше говорить то особо и нечего ну про майки нам бар на нет совершенно нечего здесь вопрос именно в том сохраняет ли он дух но как мы выяснили он в паре принципиальных моментов влажает о том как он скроен геймплей на я тоже все уже рассказал как видите игра простая и здесь не это самое поэтому давайте уже чё чё говорится душевненько посидим в плане разнообразия геймплейных ситуаций еще можно отметить mighty number nine что-то нормально справляется опять же я не вижу здесь повода для оценки 30 там из из скольки потому что но игра как минимум старается придумывать какие-то вещи если убегать от надвигающейся за тобой хрени это как бы баянчик но вот тот киллер убийца со своей стреляющей штукой достаточно оригинально мой взгляд ну конечно тут сразу люди которые никогда не кидали и донат пишут опять за донаты ну не хотите не надо мы говорю можем просто выбирать сами потом как обычно попробуем не понравится как хотите нам не сложно нам даже проще будет выбирать игрек от который проходится быстрее подлый кусок гейм овер ладно идем на другой уровень давай один и другой просто так рандомного перебираем оставшиеся 40 минут эфира потому что как я говорил это действительно игра про задрачивание и про зазубривание каждого момента поэтому просто лень все воспоминайте перепроходить я покажу худший уровень в игре соу фар давай страну про автостраду до ранена говорил она прям выглядит выглядит и играется очень стрёмными местами и вот вот тоже драма он чувствует макс чувствует что его поглощает какая-то неведомая сила и поэтому он уговаривает нас чтобы мы не подходили как тот наоборот хочет нас убить и ждет нас вот такие глубина характера все дела вот смотри здесь опять же такая механика таблички летающие которые жить тебе мешают собственно и до чего доходит некоторые моменты я не понял это было специально или нет но здесь в конце вот этого конкретно блока появится табличка которая врезается в автобус вот она это вот зачем это не просто не отладили его мне кажется что да потому что иначе не спецэффекты ничего и чё попало какое-то и она попадается не один раз господи какой огромный мотылек у меня летает по комнате вы даже жизнь из-за него люлей свалил словил еще интересный момент здесь конечно есть механика комбо то есть и она опять же дико странно работает комбо копится вот у меня к 5 комбо в углу комбо копится только когда ты поглощаешь сто процентов энергии то есть убил и сразу заглотнул этих противников тогда начинает если ты поглощаешь 80 процентов комбо сбивается сразу и поэтому что тебе приходится делать если ты по каким-то причинам тебе не насрать на комбо тебе приходится не продолжать играть динамично а забивать на поглощение врага останавливаться и достреливать его из пистолета чтобы комбо не сбилась и опять же зачем так делать хрен его знает думали ли разработчики об этом нет не думали пытались ли как-то нормализовать нет не пытались а еще не вот это вот сранее не пытались нормализовать этот робот он выше того что можно допрыгнуть и поэтому он просто тебе жить мешает постоянно практически невозможно пролететь чтобы не словить люлей мерзота и да нет килибрыч вроде разговаривал я ему не мешал все время говорят что его перебиваю типа что его разговоры якобы очень умный вот такого не говорит не пушите актуально ли еще нынешней системы оценки игр ты меня вот перебил сейчас ты в курсе вообще то что меня перебил вот или же конечный потребитель просто вырос или деградирует для того чтобы воспринимать их ну десятибалльные стабальные плашки и так далее я на стенке у себя писал по этому поводу сказать мне искать что надо читать текст и слушать текста не смотреть на оценку оценка это не знаю это слишком слишком если текст субъективная оценка еще более субъективно особенно если она стабальная вот уж что мега субъективно даже не столько субъективно сколько бессознательно вот разумалов это пессознательно если еще наши оценки их можно назвать субъективными да то вот стабальные это бессознательные просто потому что нельзя отличить мне кажется 73 от 75 да конечно же я у себя на стенке писал что мне дико не нравится нынешнее положение вещей нам от него не уйти вся вот эта история с комментированием на форумах с хэштегами в твиттере с еще чем-то она воспитала в нынешнем ну типа поколение не знаю не поколение в нас нынешних воспитала тягу к субъективности вот это появилась гордость за то что мы имеем собственное мнение все говорят все что должны писать обязательно просто ну так инфраструктура вся выстроена сейчас он интернета и поэтому люди как бы начали говорить что наше мнение хорошее оценки говно а вот давайте не слушать критиков от все критики мудаки то есть культ почему-то возводится вокруг субъективности мнения и зрители находят чем козырять и это им нравится и поэтому они это поощряют я вижу ситуацию так Василий келебра на что думать на данный момент о русском проекте escape from tark я хотел взять себе так как ролики показываешь действительно интересный крутой на увидел пару стримов от разрабов встала грустненько в этой игры следите будете брать я не то чтобы слежу может быть даже посмотрим там через этого выйдет но конечно я стрим посмотрел и во-первых тот графон который показывали порезан земля и небо вообще наверно да но не земля и небо но видно что прям порезан по сравнению с первым роликом анимация по моему тоже она кривее стала ну то есть там стало понятно что при рендер был скорее всего вот и чё-то я включил и я как бы не смотрел эти многочасовые стримы и но скажите там враги вообще появились в какой-то момент там перестрелка осмысленная была или он там вот эти вот мед пакеты распаковывал в течение всего стрима вот я посмотрел превью от глеба и все я больше ничего не знаю об этой игре ну на у нас все общество грезит с возрождением сталкера но это может быть своего рода чем-то похожим поэтому скорее всего сличит популярность вася например ты сам согласен с оценкой той же мир с 6 оценка со всеми соответствует обзору я во первых не смотрел не читал обзор наш мир саджа во вторых я щас не буду обсуждать оценки наших коллег но у меня есть не поводу мир садж я его придерживаюсь как план практически вот кстати отвратительная секция как раз где ну то есть она сама по себе забавная если бы не вот раздражающие роботы которые сталкивают тебя постоянно с машин если бы не то что это у тебя всего три шанса умереть здесь и ты должен возвращаться к началу уровня и нет дэш который длиннее чем автомобиль то есть по идее тебе нужно дышать адово на дэш длиннее автомобиля и поэтому ты ну очень тяжело контролировать ситуацию в данный момент и мне кажется этот эпизод опять же просто просто хреново склеен показывали перестрелки вроде ничего так враги матерятся натурально но материться натурально-то и мы умеем как бы но в играх это новинка слушайте хватит задавать вопрос про финалы престолов вот вот чем мы сейчас не будем обсуждать точно несмотря на то что мы ушли в топ вот вот финал престолов мы сейчас точно не будем обсуждать во первых не все посмотрели опять начнется это спойлеров так кире брач не смотрел вот и в третьих для сериалов и киношек у нас есть кинологи там мы это все рассказываем все верно по крайней мере мы кили брачи солото вот что-то я хотел сказать но забыл вот типичный пример босса который просто имбово берется обилкой тебе нужно заучивать паттерны ничего тебе нужно просто вот так вот садиться на ролики и топить его как скотину без этой обилки его даже интереснее валить на самом деле потому что там какие-то замутки появляются чё ты выучить пытаешься нет систему оценок мы менять не вздумали мы надеемся поменять ваше мнение относительно оценок если гараней от магомеда да так внезапные вопросы абсолютно ну да лучше физрука смотрители интернов но кстати не самые все-таки плохие сериалы российские вообще вот я считаю что те кто там я как понимаю что там будет для быдла но поп на уровне на качественном уровне они сняты правильно абсолютно те кто говорят что эти сериалы для быдла сами те еще быдланы абсолютно точно что не исключает что сериалы возможны для быдла да 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 действительно то но как бы вот если взглянуть на них в качестве ну как сказать по уровню качественных характеристик там все довольно неплохо в этом плане как бы вам может не нравится сеттинг но на техническом уровне там выполнено все правильно вот next и и на смотрит физрука мне наднести буйся но как бы но принимаю да она принимает скоро левые плать на самом деле я платину ведьмаке могу выбить минут за 20 сейчас мне осталось 10 контур-ударов подряд не пропускаю урона и тысячи опыт на беда 35 уровень все эти две вещи которые мне остались так ладно я забедил запобедил этого чувака тем временем даже чуть прошел видите не ракую не ракую правда общий счет 0 а нет ни 0 хорошо д не лучше но это это вот как раз комбо непонятная система сложных комбо которые отказываюсь поддерживать в играх которые продуманы не достаточно хорошо нет делся я еще не трогал ведьмаки будешь если платина уже вы дабы я думаю буду потому что ну игра хорошая 7 из 10 поэтому до толсто толсто так автостраду я показал давайте военную базу еще пройдем где-то достался карты так для квинта ну-ка где в игре это как бы игра дает тебе возможность собрать все карты для квинта там и там и достал а есть какие-то вообще слушай невыбиваемые ачивки в истории человечества действительно которые невозможно реализовать ну нынче уже есть как гран туризма 5 две мультиплеерных ачивки сервера игры отключены успех да сколько наиграл ведьмака не знаю плейка не считает сколько наиграл ведьмака на самом деле я на самом деле я вот его стартанул играть приблизительно а сейчас скажу сейчас скажу но там не совсем плюс плюс там два дня какие-нибудь добавьте сейчас скажу я посмотрю просто ачивки в каком порядке выбивались и когда выпало то которую я при первом моем заходе ведьмака не трогать так по ценности подать и вот сейчас скажу когда я стартанул дэк то есть опять 10 все заказы гвинт дух леса так смыть нынче каста точек обзора выиграть гвинт найти жену и дочь барон удобно все противники используют окружающую среду вот где-то короче стартанул я проходить нынче ведьмака 6 числа вот месяц но этого месяца но я и говорю месяц ты выбивал платину ну да ну как бы там не не плотно там был разбор там было все не под на непотная власть нет непотная платина да вот где-то так ну то есть вот начал 6 закончил но вот но вчера 27 26 6 ну то есть 20 дней там где-то под 3-4 часа в день но какие-то дни вообще нисколько там в инвентаре можно статистику во время игры ну ладно сейчас я не полезу смотреть статистику потом если чем напишешь на стеночке сколько у тебя за него конкретно нафиг вообще платина убивать войну начало нафиг вообще игру до конца проходить но не совсем вот я не удаляю я имею ввиду там всякие побочки там все проходить на не основной иначе как вы на сто процентов задрачивать потому что ты игра почти хочется ее задрачить на сто процентов вот пожалуйста да я объяснил только что нафига плотно бывать ли вам не интересно не выбивайте до чего считаете что как был опять-таки ваше мнение относительно платин правильное а моё тип неправильно я занимаюсь херню если нет я от этого получаю удовольствие какая разница это самый странный вопрос люди которые говорят другим что плотина выбивать не нужно вы чё как бы не выбиваете не нравится в я вот отказался от платин я забил на эту идею решил выбивать только те которые игры которые мне вот хочется перепроходить еще что-то в остальных мне плотина мешает играть и жить поэтому еще забавный человек ну да плотина мотивирует полностью схавать игру ой знаете я вы не хавайте ведьмака пробегите его за три дня закончите я давным-давно играйте в гвинт ведьмаке нахер на ну вот это кстати такой момент причем винт лучшая часть ведьмака если только меня бы не заставляли все случайные гвинтовые встречи проходить для всех карт никогда еще фанерный рыцарь не был так близок к провалу не знаю в чем суть но окей а фанерный рыцарь был близок провалу я в не понял к чему видимо был кто из нас двоих фанерный рыцарь ну ну где-то где-то король ты же фанерный король но не знаю я пытаюсь расшифровать просто сообщение а что человек имел ввиду это уже загадка подавляющее подавляющее множество комментариев играть в игру по гайдам отстой ну гайды это конечно недоработка что некоторые можно пропустить но мне как бы не помешало видео я гайд единственно что смотрел где карты не пропустить их в игре чуть порядка 12 штук на всю игру вот тут я посмотрел как бы гайды чё там зачем делать и в какой момент их надо поглядеть не думаю что это какие-то проблемы составил в тот же например анчарт если вы хотите найти все сокровища вы как бы можете сами как вы можете сами искать все сокровища потому что такие локации в анчарте где красивые и следовать локации там можно если не хотите париться посмотрите гайды в чем правило и ая если вы еще больше не хотите париться то можете не собирать их вау да вот именно тот случай который мне помешало играть я понял что я никогда не пройдем анчарта второй раз ну просто потому что я не играю видеоигры но нужно за одно прохождение обязательно собрать все на платину и когда я понял что мне нужно каждые три минуты прерываться чтобы смотреть на паузу где следующая штучка я такой нет я просто не буду получать платье на хочу лучшую группу играть сколько стоит мать номерная мне нравится но больше чем за 300 500 рублей не возьму отсчет я не помню если честно прям вот не помню как раз не больше чем 300 500 рублей зайди в steam и посмотри вот я вот этого не понимаю зачем спрашивать на сцену съесть steam есть google ты если ты смотришь стрим у тебя есть интернет ты можешь быстро найти сколько стоит mighty number nine быстрее чем написать то в чат и надеяться что мы ответим потому что мы сейчас на самом деле тоже бы полезли бы в google искать сколько он стоит да и в steam какие наушники если взял раз of top я взялся сенхайзер пока 320 и прикольный у них микрофон отключается когда ты его вверх переносит вертикальное положение а регулятор громкости на правом ухе крутится причем там не просто какая-то штучка сама куксом по самому уху крути ну да почти само ухо внутренняя часть так чё там ты не сполеришь себе игру проходя ее по гайдам при dark souls вообще не интересно будет с гайдами играть ну dark souls гайдами там только когда найти все там типа эти кольца магии так далее после прохождения то уже смотришь основном ну иногда правда по ходу но там просто типа что вот в этой локации затем бревном вы найдете магию окей от не сильно мне кажется спойлер большой который не помешает все так ну и плюс как правило в гайдах пишут спойлеры только из серии будьте осторожны с такой-то ачивкой вы можете и вам подписывают ачивки какие можно пропустить вот и все и поэтому если счет нормально это просто открываешь гайд там написано что можешь там проходить спокойно игру а потом будешь добивать все ачивки и нормально и пошел дальше вместо dark souls сам проходишь конечно слушать но вот квестов dark souls даже без ачивок если ты хочешь просто узнать эту историю ты не кажется никак вообще без гайдов и не пройдешь поэтому тут вообще качив вопрос не качивкам вопрос dark souls и кстати квесты проходить для ачивки там не все обязательно dark souls вский так что тут как бы прав вообще к самой игре вопросы не качивкам спрашивали насколько потный ведьмак на максимальной сложности как только ты проходишь стартовую локацию то есть убиваешь грифона ну ты понимаешь тактику и придерживаешься и я собственно вот и тогда потными становится только два последних босса и то есть потупить не могут демок на максималке жизнь да не нихера не жизнь вообще вообще очень спокойно проходите он первые несколько короче первые самые сложные ведьмаке на максимальной сложности это первая битва с гулями вот самыми первыми буквально вот который на тебя в первый вот в первую секунду игры нападают вот с ними сложная битва потому что еще не знаешь как там правильно играть с грифоном потому что это первый босс и с двумя последними боссами если тупить все больше там нет сложных битв я там на максимальной сложности черепков валил и без проблем общения не знаю что ну да загрузки ведьмаке пишут жесть на самом деле на плойке их починили ну смысле быстрое перемещение починили она реально очень быстро и стала в рамках одного континента коих в ведьмаке условно 2 там понятное дело что их 4 но по факту 2 вот если перемещаться по самому континенту не прыгать на другой сейчас быстрые перемещения занимают не больше 10 секунд что как бы вполне так нормально загрузки после смерти или между материками ну там да там они долговатые не знаю там до минуты не доходит на секунд 40 50 но я сказал что я почти не умирал максимум этом падал с каких-нибудь не знаю с каких-нибудь обрывов один там раз в час и поэтому проблем не доставил вообще спокойно прошел не запаривать лучше на нг плюс максимальной сложности ли на обычный на обычное мне кажется лучше сразу поставить пройти проблем не будет никаких серьезно вот как только вы освоитесь как только вы поймете что топ тактика это использовать знак вен и игни все как бы вот это два знака и там какой-нибудь set кота вам надо собирать по уровню себе все сет кота я хочу себя на месяц от лисы не знаю мне там есть от кота с от волка с от грифона и еще через ну сет грифона еще звучит достаточно пафосно сет медведи еще есть может любить ну там короче такая знаешь бароня просто тяжелые замковки доски хлад ну да не совсем то что представляете полторы минут загрузку с 4 были на патче 110 сейчас патч 122 уже это кстати забавно на самом деле что действительно очень полезно покупать игры на распродажах не только потому что они дешевые на и потому что к тому времени все патчи уже вы и ты избежишь массы проблем которые иначе могли бы тебя донимать мантикор мантикор жделся вроде я пока в дилсе не соус но самый сок для фанатов то что все серии мегамен проходит в одной вселенной либо тесно связаны между собой это я вычитал комментарии внезапно и окей а там такой лор и сюжет что они прям действительно переплетены между собой по моему насколько я заметил там просто один и тот же чувак создает разных роботов и мы их валим и все самая последняя сложность ты где после смерти заново игру начинаешь мнение самое последнее называется насмерть там просто с трех ударов убивают враги твоего уровня приблизительно можно ли с каким-либо боссом ведьмаке 3 побухать вместо драки как это было с лета во второй часть не знаю как было с лета во второй части с кем-то ну с кем-то все равно драться придется но с некоторыми можно там после этого условно говоря побухать если ты их не до убиваешь например с доплером ну там не побухать но условно говоря ты его не был не убиваешь ну если хочешь конечно слушая я недавно с удивлением узнал мне интересно как чатик отреагирует на это высказывание что оказывается второй то ведьмак в плане вариативности лучше чем 3 ну там такая знаешь там она лучше в том плане что там вторая глава меняется прям кардинально то есть там если ты какой-то выбор сделал определенный в первой главе 2 2 вообще другая может быть абсолютно не такая как была бы при другом выборе но смотри с другой стороны ты как бы пропускаешь огромное количество контента из-за этого конечно и это мне кажется не очень хорошо то есть в таких играх как heavy rain где там словно говоря игру можно осилить там часов за шесть это как бы нормально для реиграбельности ведьмака перепроходить первую главу чтоб на вторую другую посмотреть это мне кажется тяжеловато будет вот и там ну поэтому в третьем ведьмаке там вариативность есть какая-никакая побольше чем много где но она такая прям то есть и все равно как бы увидишь все события важные я не могу сказать что то было плохо и что это хорошо то плохо или что то хорошо это плохо просто разные подходы но мне бы хотелось за одно прохождение видеть почти весь основных хорошо принято и кстати из-за этого как раз про не пишет за это второй ведьмак коротким получился потому что у тебя там три или четыре варианта второй главы разумеется них бюджет не хватило на то чтобы и 3 там еще сделать большими поэтому да специально не против вопрос про скандал g2a и действительно не увидел чтобы не спамить зазря вопросы и засирать чат во первых не увидел в так даже не знаю про никакой скандал поэтому я не знаю я я не покупаю на g2a поэтому я не интересуюсь этой площадкой я все покупаю на плойке там единственный тп store да я бы рад покупать на плойке дешевые какие-то игры но нет хотя отдать должное я посмотрел на распродажу стима и я понял что не намного хуже плойковский распродажи зачастую прям в процентном особенно соотношении так что еще вам не показал электростанция покажи еще нить у нас 15 мило за да я как раз еще последний уровень который это самое я продолжаю отвечать про ведьмака давай через год за хайп когда его наконец-то привели в нормальное состояние вот как только кстати я вот почему начал играть потому что от костяна услышал что в этом в кровь и вино интерфейс изменят с патчем а я такой думаю ну-ка надо посмотреть может реально интерфейс удобный станет ну и рюкзака там своего так далее и я короче слушай вот сейчас загрузил уровень не убегай пожалуйста далеко вернись на начало тебе не кажется что вот сзади стоят балки они изображены как будто мышка блюет такая вот знаешь вот с обложки мауса вот это вот а да мне кажется обкуренной мышкой это за напишет ты чё-то где-то там сказал да да я сказал я сказал я заметил просто промолчал стоит ли брать ведьмака 30 предыдущая часть учения играл стоит я как бы первого не до середины прошел второго вообще не играла мне норм ну то есть это там кого-то будешь не узнавать не знать там тебе более-менее расскажут про все эти войны тимерии не в глифгарда и прочего можно вообще не читать потому что там тебя наша армия подошла к мысу такому-то но потом он на в ущелье таком-то мы встретили войска тех ты такой и все это мне как бы просто чувак говорит я не могу это никак визуализировать понять где этот мыс это просто скипал эти диалоги потому что нами нахер нет политическая ситуация убил блин короля который магов там дрючил за то что он просто магов дрючил а не за то что он там чё-то не туда напал василий а политичен просто в принципе мне надоело политика везде я ведьмаке просто зарубил короля потому что он короче трис хотел убить а потом я зарубил дикстру потому что он раньше хотел придать наши клёвым не помог в каер-морке не спойлеры причем вот такие спойлеры которые я к черту забуду вообще но кто-то сейчас напишет теперь это не буду играть вообще никогда вот кстати то что упоминали действительно есть такое дело обилки которые нам дают главного героя они вообще никак не влияют на прохождение уровня и нет таких мест где вам действительно они серьезно вы пригодились как-то если и есть то очень надуманно вася будет плохая концовка нормально у меня концовка была пакетча скажу вам каком-то средняя концовка получилось вы знаете я думаю тех кто знает что средняя концовка бесконфликтная до конца будет когда-нибудь крана ведьмака пройдет а он же плотина выбивал нифига он не убивал еле до скеллига доехал хорошо дикстер должен жить да ней короче дикстраж гандон я извиняюсь я короче такой прихожу слушай говорю меня битва в каер-морке может мне поможешь там короче дикая ход набежит там помоги пожалуйста не выдержим он говорит ой слушай ты мне тогда короче наврал в одном месте я чуть не готов тебе помочь я наврал на реально потому что хотел защитить и 3 думал что это как-то повлияет на защиту вот я такой ну и кей иди нахрен а потом я пришел такой к роше говорю слушай роше там короче битва в каер-морке не будет поможешь может быть а и рашетка говорит без проблем геральт слушать и мне там тоже выручил хотя дикстер по факту тоже его выручил просто ему немножко подобрал вот короче типа грида конечно я тебе помогу я такой ну окей когда короче дикстер говорит надо убить раши такой иди нахер и просто зарубила потому что ведет на жопу говнюк хромой и жирные мерзкий вообще виде как у него волосы вообще на лице не отвратительные просто волосы на лице у него такая какая-то бородка знаешь такая прям мерзкая кусками как-то растет то есть единичных волосы растут и полноценная борода фонги мерзкий же бросить вот хорошо после обсуждения мерзких бород вернемся к чему к тому же самому к видимо круги читал дикстер не суди ничего не зная я сужу из тех как бы висто информация которая дает игра по игре он он для меня был контакт вот серьезно 300 300 же как бы норму во-первых йеннифер стерва полную шла на жопу вот во вторых 30 с первой части было рядышком а йеннифер тут внезапно кобыла вылезла я короче драмы я короче к ней на секс не пришел она мне такая говорит короче ну что мы на скеллиге закончились приходи короче ко мне встретимся такой а пока свалил нахер от нее такой то просто не дал просто первый случай когда геральт кому-то не дал адрес нет ну трис не замечено было в этом йеннифер прям вообще ненавижу она короче наверное йеннифер мне кажется она была бы наверно нормально такой вахтерши короче просто такой прям мерзкий человек до всего докопается юридик откуда вы знаете что ваше мнение верное геральта вообще в книжках вилами зарубили да да там короче помог книжка перед первым ведьмаком последняя книжка заканчивалась тем что короче ведьмака в поле вилами какой-то пацан как что за типа не совладал там большой с большим количеством врагов и пацан его просто вилами проткнул и первая часть начинается того что геральт оказывается выживает и там приносит но как в книжках он помирал там кто наверно еще кэт книжка выходил на пофиг забавно 30 сагу только дело что убивала геральтову иены и наконец-то я это удалось моем прохождении я рад вот какой пацан да я не знаю какой пацан я не читал книг но я слышал что его там вилами кто-то зарубил там был крестьянский бунт против белок какие его крестьянин зарубил вилами ты же как с более стрёмно чем пацан пацаны может какая-то такой оттенок джона с ноу немножко туда в пацане там знаешь он не смог убить пацана крестьянина там господи деревне вырезал пароль порой пароль я читаю книжки ты и нафиг книжки для дебилов картинок нету короче глаза нормально аргументировал я считаю во первых да во вторых это я на самом деле изображаю как вы порой нам пишите к нашим обзором чё-то да блин как меня расстроил чувак который вот отличный был комментарий только на ютубе только одно замечание вообще-то монстр чудовище бегает быстрее чем человек второй комментарий фу он даже не знал что монстр бегает быстрее чем человек увольте его и короче полотно которое ничего не доказывает кроме того что монстр бегает быстрее чем человек ну вас нафиг еще скажу что симпатерируешь скателем да я их их вообще в третьем ведьмаке почти нет этих скателе я про них ничего сказать не могу как вообще можно семью разлучать тоен мама геральт папа цири дочка тут риск леню ну у меня например такая ситуация что мне сводный брат у меня отец ушел вот одной женщины к моей маме так что я вполне могу понять такие такое же за пошла за пацаны ну и для справки 300 еще сучка который спокойно спала с мужиком еще чуть ли не лучшей подруги среди чародеев я сам геральт сиен постоянно ну меня не постоянно во вторых геральт сам у меня из кейра и мецпа переспал короче и с телочкой с турнира переспал и короче с бабой какой-то боевой на скелике переспал и в итоге к 3с пришел так погулял насытился и осознал жизнь до погулял погулял и вернулся да нормально я считаю осталось 4 минуты и я уже сказал все что я хотел сказать по мегамэну васян давай ты чинить понял из этого эфира сейчас но я понял что это играть не буду как бы но я понял что игра в целом не мусор да реально вот как только пытаются подать не мусор ни в коем случае но да похвально тоже может быть не дотягивает я подумаю еще но это да это это я уже не могу это лично скажем так переживание во время игры хорошо звучит ты как как у тебя во время ведьмака какие-то дискуссии кто мудак то не буду вообще хорошая игра и все и что не истинные все мудаки мне кажется вот это вот я мудак и те кто мне доказывают что канон прав тоже и все мы отчасти не мудак только не мудаки только те кто сделали ведьмака потому что они позволили каждому мудаку выбирать то что ему нравится вот кто хочет канона идет по канону кто хочет личные переживания вложить вкладывает личные переживания вот так и блин на этой ноте так следовало бы закончить эфир но гилера не может найти кнопку нет у меня она горит подсвечена я выделил ее маркером чтобы не забыть и ничего не сранить просто обвел маркером да именно на экране фломастером нарисовал не веришь правильно так все я показал все уровни которые входят стандартную сюжетную кампанию на самом деле да и мы не начали раньше нет мы вообще обязаны отрабатывать ровно два часа мы уже на самом деле нет на самом деле нет но я считаю что должны ну то есть понимаешь я вот давай напоследок я мысль задвину давай это вот та же ситуация когда я ставлю себя на место зрителя и это касается и стримов и пятничных стримов обещанных которые иногда не состоятся или состоятся не в том составе как бы ты ждешь да те реально сказали что будет ты приходишь нету ты разочарован то есть ты готовился ты можешь там чипсов каких-нибудь купил там думал что вот сейчас отлично два часика посижу а в итоге там стрим длится там не знаю один час еле-еле ты нам все пока и как то чувствую неудовлетворение приходишь там на какой стрим а он там да не случается мне кажется что вот ну как минимум если чё надо делать замену я всегда вот когда у нас случается так что кто-то не приходит есть смысл там игра там чуть не запускается не работает если говорю что стрим все равно должен быть люди приходят на него значит надо отрабатывать поэтому два часа у нас не обязательно но я считаю что надо и неважно минута это как форсажа да если ты проиграл ты проиграл полностью если ты в не выдержал минуту до конца стрима то ты не выдержал весь стрим нет никаких здесь полу мер и полу критерия тем не менее 50 чтобы на гордо включить что-то другое нет в данном случае игра работает два часа мандара паш тем более вот есть режим испытаний видите драчки драчи не началась странная и кривая на тем не менее хотя нет кривая это уровень из самого первого марио где там короче не марио господин значит такое же причем заметь как мало врагов интересных в игре паттерн крутится уже третий раз с одними и теми же чувачками но вот забавно что эти клешни желтые которых я только что убил это отсылка прямо на первую часть так или иначе потому что там было были такие же синие клешни которые дико меня выбесили на эфире так не затащил господи не собрался да сколько можно мне кажется у меня троллит просто как вот тот тот самый и ровно ура на этом мы можем заканчивать наш эфир можем всем спасибо что пришли я повсно умер чтобы была какая-то логическая концовка и до связи с вами были василий гальперов и дмитрий кунгуров покупайте me mighty number nine если вам понравилось а если не понравилось то не покупать то не покупайте до связи на стоп гейм ру ру пока